Всем привет! Это видео о том, как восстановить диск или флешку с файловой системой RAW. Рассмотрим ситуации, когда на таком диске есть данные и их необходимо сохранить. Или когда какие-либо важные данные на жестком диске или флешке отсутствуют и его форматирование не является проблемой. Если диск получил формат RAW, Windows отобразит его среди других разделов. Но при попытке открытия компьютер выдаст ошибку и предложит его отформатировать. Или сообщит, что файловая система Тома не распознана. Если в таком случае запустить встроенный Windows инструмент управления дисками, то вы увидите, что файловая система такого диска обозначена как RAW. Как таковой файловой системы RAW не существует. Если диск получает такое форматирование, это означает, что Windows не в состоянии определить тип его файловой системы . Так бывает с новыми или неисправными жесткими дисками. А с рабочими дисками часто из-за системных сбоев, неправильного выключения компьютера или проблем с электропитанием. Но если повреждён Том с операционной системой, то Windows не запустится. А при загрузке компьютера появится предупреждение «Reboot and select proper boot device» или «Operating system not found» Начнём с несистемного диска компьютера или флешки. Если RAW формат получил диск, раздел или флешка, на которых не было важных или ценных данных и файлов, копия которых есть у пользователя, или данные, которые там хранились, никакой ценности не несут, то восстановить работоспособность RAW диска или флешки можно просто отформатировав его. Сделать это можно любым удобным способом. Нажав кнопку «Форматировать диск» при попытке открыть RAW диск. Кликнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав «Форматировать» или с помощью инструмента управления дисками. При этом все данные такого диска будут удалены. Но его работоспособность будет восстановлена. Если Windows не предлагает отформатировать диск при попытке его открыть и его не получается отформатировать другими способами, то восстановить его работоспособность без сохранения файлов можно с помощью команды clean и инструмента diskpart. Останавливаться на данном способе не буду, так как детально об этом мы уже рассказывали в другом видео. Смотрите его по ссылке в описании. Если у вас возникли проблемы после подключения нового жёсткого диска или он не отображается в папке «Этот компьютер», то о способах решения такой проблемы смотрите в другом ролике нашего канала. Ссылка также в описании. Куда неприятнее, если на диске, который стал RAW, были важные данные. И требуется не просто отформатировать его, а вернуть раздел с этими данными. В таком случае не форматируйте RAW-диск, так как это удалит все данные на нём. А сделайте следующее действие, которое могут вернуть ваши файлы. Запустите командную строку от имени администратора. И введите в ней команду «Чек диск», «Буква нужного диска», «F». После проверки компьютер восстановит повреждённые секторы и файловую систему NTFS на проблемном томе. Обратите внимание, этот способ эффективен, если флешка или диск были отформатированы в NTFS. Переходим к нашему диску. Как видим, он рабочий. И все файлы, которые были на нём до сбоя, также присутствуют. Если файловая система RAW-диска ранее была FAT, то при выполнении команды CheckDsk вы столкнётесь с такой ошибкой. А что, если команда CheckDsk по какой-то причине не сработала? Или файловая система RAW-диска ранее была FAT? Несмотря на это, ваши файлы с данного диска всё ещё возможно восстановить. Ведь по большому счёту они не удалены. Просто имеет место сбой или ошибка файловой системы. Как это сделать? У нас есть RAW-диск, доступа к данным которого естественно нет. Чтобы восстановить их, запустите Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу, с которой можно скачать программу будет в описании. Выберите диск, который имеет формат RAW. Кликните на нём и выберите тип анализа «Полный анализ». После окончания анализа программа обнаружит и отобразит все разделы диска. Кликните на нужном и в окне справа отобразятся файлы, которые хранились на нём. Если на RAW-диске было много файлов, а найти и восстановить необходимо какой-то определённый, кликните на папке «Глубокий анализ», в которой обнаруженные файлы отсортированы в папке по форматам. Просмотрите при желании файлы в окне предварительного просмотра. Чтобы восстановить их, перенесите нужные файлы в окно «Список восстановления» и нажмите «Восстановить». Выберите метод сохранения файлов и укажите путь. «Восстановить». Файлы восстановлены. Если вы уже успели отформатировать такой диск и только после этого поняли, что нужные вам данные из него утеряны, то описанным способом используя Hetman Partition Recovery их также можно восстановить. Что делать, если повреждён системный диск компьютера и Windows на нём не запускается? Тут есть два варианта. 1. Вынуть жёсткий диск из компьютера и подключить его к другому компьютеру. Далее на другом компьютере с ним можно сделать всё то же, что и с несистемным диском. Исправить его, используя команду «CheckDSK» или восстановить из него данные, как я показывал ранее в этом видео. Второй вариант подойдёт в том случае, если нет второго компьютера или имеется в наличии установочный диск с Windows в той же разрядности. В таком случае запустите компьютер с загрузочной флешки или диска. О том, как создать загрузочную флешку или диск смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. В мастере установки выберите «Восстановление системы» вместо «Установить». Откроется среда восстановления Windows. Перейдите в ней в «Поиски устранения неисправностей» Командная строка. В командной строке введите «CheckDSK» буква нужного диска «F». В среде восстановления буквы разделов могут отличаться от названия логических дисков. Чтобы не ошибиться, откройте в командной строке список разделов компьютера. Для этого введите «DiskPart» «ListVolume». В списке будет видно какой диск системный. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео помогло вам исправить RAW-диск или восстановить данные из него. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.